Накануне юбилея на Ямале произошло по-настоящему историческое событие. Открыт всесезонный проезд по дороге Надым-Селихард. Впервые восточная и западная части округа соединились с круглогодичным автомобильным сообщением. Для жителей это спокойные и безопасные поездки в отпуска, для предпринимателей налаженная и надежная логистика, а для самого региона толчок в экономическом развитии. С подробностями наша надымская коллега Ксения Картира. Дорогие друзья, поехали! В свой юбилей Ямал встречает поистине долгожданным событием. Трасса Надым-Селихард наконец-то стала доступной для круглогодичного движения автомобилей. 344 километра, 53 моста и 46 оленьих перегонов. Все это теперь соединяет восточную и западную части округа. А это значит, что качество жизни северян значительно улучшится. Это совсем другие возможности для бизнеса. Жители запада нашего региона уже чувствуют, как меняются, приходят новые сетевые компании. Я надеюсь, что за этим последует повышение качества предлагаемой продукции. Все-таки другие возможности у этих организаций. И надеюсь, что простые жители почувствуют, что выбора стало больше. И также это будет импульс для бизнеса, потому что, конечно, сейчас возможностей для логистики стало гораздо больше. Мы понимаем прекрасно, что сегодня надымчане могут легко добраться до административного центра и вообще, в принципе, посетить западную часть автономного округа. Здесь очень интересные места, здесь очень хорошие возможности для туризма. Это полярный Урал открывается, это возможность сплава по горным северным речкам. Это культурные ценности, которые есть в столице автономного округа, в городе Селихарди. И, конечно, это взаимное общение между людьми, между семьями, между друзьями, которые живут в разных городах. Церемония запуска движения по трассе на Дым Селихард была действительно торжеством для всех жителей округа. Позади остались проблемы сезонной распутицы. В столицу наконец-то доберутся крупные торговые сети, а вместе с ними и снизятся цены на товары первой необходимости. Все это стало возможным благодаря труду более 20 дорожных организаций, 300 единиц техники и 2000 специалистов. Заслуги многих из них отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Одним из таких специалистов был Миша Сиванович. Дорожники работали в суровых условиях. Мороз, снег, тундра ничего не останавливало молодых энтузиастов. Ветеран труда с улыбкой вспоминает о том, как они на пару с геодезистом отправились на поиски оси дороги, нашли и провели ее. 7 февраля выехал от колонны снова Уренгоя в сторону Надыма. И мы трое суток вместе с тяжелой техникой, с вагончиками, поехали, Надым проехали и вышли на 52-й километр, где должен был стоять наш поселок. Ночь на улице минус 40, люди устали от тяжелого пути, но спецзадания выполнить надо срочно. От тогда еще существующей сталинской дороги отмерить 30 метров, вычистить территорию и поставить временный вагон-городок, в котором и должны были жить строители. Пришлось исправлять. И это был не последний такой холодный и трудный день. Миша и Денят со своей бригадой сутками трудились на участке тысячного километра. Возведение объекта – один из сложнейших проектов из технической точки зрения. Для строительства надежной дороги на болотистой местности потребовалось более миллиона самосвалов грунта для отсыпки и асфальтобетонной смеси. Уложено 4 миллиона квадратных метров щебня. А уже сегодня любой автомобиль сможет доехать до столицы в три раза быстрее, чем по ранее существующему зимнику. Ну, это очень замечательное событие для нашего региона, для Надымского района, да и вообще, наверное, для всех жителей в целом. Будет возможность съездить хотя бы в окружную столицу, потому что я там, например, ни разу не была. По работе там надо будет ездить. Да и так с Алихарду проще в отпуск будет ездить. Я считаю, для них в первую очередь вообще хорошо. Ну, как бы и для нас съездить хоть на Алихард посмотреть. Для людей, которые там живут, это тоже большой плюс. Будут поступать товары к ним свежие. Будет у них жизнь лучше однозначно. Все к лучшему. Появится дорога, значит, появится и железная дорога. Будем надеяться на лучшее. С Алихард очень часто нас с группой приглашали, а возможности не было лететь дорого, а ехать долго. А теперь в любое время можно и на своей машине доехать, добраться, да и интересно просто посмотреть. Запуск движения по трассе на Алихард стал отличным завершением года дорог. Цель, поставленная губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, достигнута. Округ получил в свой день рождения долгожданный подарок. Но строительство еще продолжается. Часть дороги, а это 183 километра, пока остается в щебне. А это значит, что дорожникам еще предстоит потрудиться, чтобы довести дело до логического завершения. Ксения Картира, Наталья Соколова, Павел Пресняков. Специально для службы новостей «Импульс».